Маша, а можно я своим опытом поделюсь? Прошлым летом Маша мне поделала курс массажа 7-8 месяцев раннего массажа. И у меня, конечно, были боли, какие-то проблемы. Она когда прогинала мне в живот, там были спазмы еще с детства. Когда мы переживаем какую-то эмоцию, мы зажимаемся, и это очень часто уходит спазмы в живот. И когда Маша мне разбила вот эти вот все спазмы, убрала, у меня такое ощущение было, что мне 15 лет. Я такой легкости не ощущала с 15 лет. У меня сейчас 35. Я просто летала поначалу, не знаю, у меня подростки подходили, видимо, за свою емуту и ногти. Считывали, считали. Очень здорово, то есть эффект такой. Очень классный, здоровый. Меня зовут Мария. Мне 36 лет. 20 лет своей жизни я практикую и изучаю самые разные виды массажей, восстановления здоровья и самовосстановления. У меня двое детей. Дочке 11 лет, свои 5 лет. У меня оба они родились дома, в домашней роде. К чему призываю большинство женщин. В своей практике я использую такие техники, как тайский массаж, лечебный, ослабляющий, лимфодренажный, прочечный, элементы остеопатии, холистический массаж, классический массаж, и многие другие техники. Но самое главное, что мне посчастливилось испорить и практиковать технику эстеральной терапии или лапки живота. Это называется лапка живота. Это техника древняя, причем настолько древняя, что, наверное, никто не скажет. Да, сколько там, тысяч лет. Это являлось частью традиционной культуры. И сохранилась в культурах очень многих стран. Очень многих стран. Частью славянской культуры это было. И было понятие ладить женщину. Ладить женщину погромче? Еще немножко. До беременности и после родов. И ладили и роженицу, и ребеночка, который родился. Независимо от того, как роды прошли. Даже если они прошли очень хорошо. Ладили в смысле? Ладить – это налаживать, массировать, приводить в эталонное состояние. Даже какие-то нюансы. Даже если нет сильных каких-то сбоев. Все равно какие-то нюансы. Потому как роды – это нагрузка на организм в любом случае. И чтобы снять вот это напряжение, которое могло возникнуть в любом случае в процессе. Все равно делали ладки. Я сейчас говорю про физическое действие. Еще ряд практик. Естественно, там был энергетического характера. Закрытие органов. В смысле взаимосвязи. По поводу ресторальной терапии. Около десяти лет я практикую ресторальную терапию. Сейчас у нас в таком свободном формате пойдет занятие. Я, может быть, иногда буду с мысли на мысли переходить и непоследовательно. Но я надеюсь, что вы общий фон ловите и рациональное зерно вынесите из того, что я скажу. Первое, что я хочу сказать. Сейчас, слава Богу, подготавливают многих женщин к естественным домашним родам. Вообще к естественным родам. Даже если они не дома проходят. Это естественный процесс. Потому как это не клиническое состояние. Это естественный здоровый процесс. Это рождение. И слава Богу, есть прекрасные специалисты. Которые экологичными же способами. Здоровое питание. Закаливание. Гипотерапия. Нараживание родовых взаимосвязей. Психологическое состояние. Восстановление биоритмов. Что создают благоприятные условия. Для расстановления здоровья в целом. И, соответственно, возможности для женщины родить. Нормально, естественно, родить здорового ребеночка. Самостоятельно. Без вмешательства. Медицины нашей классической системы. И вот почему-то, пока я нигде не встречала серьезного обоснования и акцента на то, насколько необходима в этой подготовке висцеральная терапия. А я, практикуя 10 лет, общаясь с тысячами уже пациентов, по-моему, тысячи пациентов и очень-очень много женщин, да, которые потом становились мамами. Либо уже родить ребенка, да. Опираясь на свой опыт просто, я могу сейчас сказать, насколько эта тема должна. И насколько правильная подготовка и именно работа с животом помогает родить легко, быстро, спокойно. Насколько качественно, лучше себя женщина чувствует. Насколько легче беременность проходит. Очень легко. Во многих случаях. Почему это происходит, мы сейчас будем говорить в течение занятий. Почему это так важно. Вот. И у меня большая надежда есть, что профессиональные акушерки и люди, которые подготавливают рожениц и вообще женщин по процессу зачатия, беременности, рода, да, что они больше уделят этой теме внимание и будут рекомендовать женщинам походить в курсы ассоциальной терапии до зачатия. Вот. И это принесет свои плоды хорошие дальнейшие. Я сама родила дочку до этой терапии, сына после. И говорят, что второй ребенок в принципе легче рождается. Я, может быть, соглашусь, но во многих случаях это так. Не во всех случаях это так. Это тоже от степени готовности зависит, да? И здоровье. Я вообще. Вот. Но даже если это так, то поверьте, то, как я сына родила, это не просто легче. А это, как бы вам сказать-то, и первая моя фраза была, я понимаю, почему было по 15 детей. Я тоже так могу. Без проблем. Вот. Настолько здорово. Это меньше двух часов занял весь процесс. Я просто полежала, отдохнула. Он ушел. Акушерка приехать не успела у меня. Вот. То есть второй ребенок просто вот рядышком. То есть он родился без помощи доктора. Это, может быть, не очень хорошо, я к этому не призываю. Но это факт. Насколько это легко и быстро может произойти. И у меня есть рассказы, да, от моих пациентов, от людьми, которые я общаюсь, тоже про такие истории. Что это вполне нормально. Это естественно. Это естественно, понимаете? И вот висцеральная терапия, что она делает? Она как раз возвращает человека к естественному его состоянию. Да, может быть, не все процессы удается повернуть полностью вспять, да. Какие-то процессы, уже изменения произошли в организме. Что-то произошло такое, что до конца восстановить на 100 процентов. Может и не удастся. Но даже если на 90 процентов удастся восстановить, это будет прекрасно, понимаете? Когда мы работаем с животом, мы прежде всего работаем с нервной системой. У меня два основных учителя. Прекраснейшие лекции Агулова вы можете легко найти в интернете. Вообще висцеральная терапия. Что это такое? Почему это работает? Как это работает? У меня есть другой учитель. Его зовут Бреханов Владимир Поликаркович. Это уникальнейший мастер. Он проводит обучение. Проводит занятия и на территории России, и других стран. По висцеральной терапии, по другим видам массажа. Его авторский метод нейросенситивный. Потрясающий метод. Я тоже о нем буду говорить на следующих занятиях. Этот метод, который позволяет восстанавливать нервную систему. И даже навыки принимать парализованных людей, очень тяжело больных людей. Которые отказываются от жизни или не находят себе ресурсов для этого. Это его методика. Удивительно. С ДЦП много работает. Немножко пару слов о нем. Вот он перенимал знания о животе, а на Алтае. Староверка его обучала. Это было очень давно. Мне посчастливилось просто узнать этого человека. И пришел он в мою жизнь в тот момент, как раз, видимо, когда это очень надо было. Потому как мое здоровье, мягко сказать, было слабым. Его практически не было. Меня с 5 лет пускали по больницам до 25 лет. Я из них практически не выходила там. С короткими корможутками какими-то. Я думала, что жить с болью в руноте – это нормально. Я даже почему-то думала. Ну, Наталья сказал, что по-другому. Ну, договорили. И, конечно, я сейчас о связи не вспоминаю. Потому что, благодаря, прежде всего, вот этой терапии, я вернулась к жизни. У меня загруженность, то есть очень большой объем работы. Вот еще несколько лет назад с 8 утра до 11 вечера иногда у меня постоянный прием людей. Понимаете? Вот что-то, допустим, полгода подряд себя ждет. Хватало энергии вот на это и хватает энергии на это. Я себя при этом хорошо чувствую, замечательно. Вот. И из моих знакомых мало кто верит, да, что, в принципе, энергии даже для поддержания жизни не хватало. Очень часто скорая, очень часто непонятные диагнозы, которые там даже сейчас называют травмы. То есть, что там только не было. Вот. И я специально сейчас об этом говорю, хотя это вещь интимная, но я говорю о том, что у меня был сильнейший псориаз. Потому что последний приступ, это было 90% кожи. То есть, а лицо, руки. Абсолютно все. Абсолютно все. Это состояние, когда больно дышать. Когда ты одеваешься, тебе больно. Спишь больно. Боль постоянная, потому что, ну, раздражение на коже, оно ничем не снимается. Псориаз, это, знаю, что, считается сложным заболеванием. Хотя Марфа Органяна говорит, что это самое легкое заболевание. Вот. И вот именно в тот момент, это 10 лет назад была, уже занимаясь массажем 10 лет другими разными видами массажа, но я не делала живот. Володя мне показал эту технику. Он мне делал несколько раз до этого. Вот. Но когда начался этот приступ, я никак не могла взаимодействовать с людьми. Просто нашла уединенное место. И сама себе стала применять живот. Три месяца. У меня было очищение организма. Каскадное голодание было, в том числе. Фрукты, соки, голод. Опять фрукты, соки. Голод. Фрукты, соки. И я применила себе живот. Сначала было очень больно даже просто дотронуться. И с трудом вообще просто дотрагивалась даже. Понимаете? И псориаз, это прежде всего нервная система. Очень разбалансированная. Псориаз у меня был с пяти лет. И было зажим несколько серьезных приступов. Тяжелых. Когда много лет я не знала, не могла выйти здесь постоянно. И когда это случилось в последний раз, я стала себе применять живот. Последовательно каждый день полтора-два часа я меня приведала. И три месяца ушло. То есть становилось легче, легче, легче. Потихонечку все становилось легче. И потом был момент совершенно точно. То есть день этот полный. Когда я применяю, а мне нигде не больно. Я применяю глубоко, сильно, даже вот. И мне нигде не больно. Совсем. И вот с этого дня, за неделю, кожа очистилась полностью. То есть просто вот как схлызли. Все прошло. За несколько дней. С этого дня я не вспоминала. То есть со своей недели, да. Я больше не вспоминала про это, когда я вам. В микроторках, что бывали стрессы. Бывало всякое питание. Честно сказать, я иногда по три тортика съедала, когда я веду занятия. То есть я просто не могу магазинные тортики пушить. Они совсем не вкусные. Но иногда тут домашняя выпечка, домашние тортики. И я себе позволяю. Это просто мне хочется. Я иду и ем. Очень большая плотность общения. Отдачи сил где-то, да. Внимание. Посмотрите, я не страдаю лишним весом. При этом при том, что я могу иногда неделю кушать тортик два-три раза в день. Вот. Я также с удовольствием потом могу месяц на яблочках пробить. Мне просто хочется. То есть в плане еды я сейчас просто себя слушаю. Какая у меня потребность. И когда вы проходите сыральную терапию, у вас чувствительность повышает с этим продуктом в том числе. И на сегодняшний день я просто не могу некачественные продукты съесть. Ну, химию какую-то или что-то. Даже мед ненатуральный, масло ненатуральный. Я просто кладу в рот и понимаю, как это невкусно. И все. И не ем. То есть слушаю потребности организма. Даю себе выбор по продуктам. Того, что мне хочется, но оно всегда хорошего качества. Да, большая часть этих продуктов натуральные, экологичные. С это фермы заказываю, овощи, фрукты. Но иногда, когда мне хочется, я беру и съедаю мамин пирожок. То есть дрожжевой. Я не ем иногда дрожжевую выпечку. Это да, это важный момент. И сахар тоже нет. Обычно. В целом, очень редко топливное масло в основном, если что-то использую. То есть в целом, питание бывает разное. Да, оно качественное в целом. Но оно бывает разное. То есть я не сижу на строгой диете. Вот что хочу сказать. Нагрузки. Бывали стрессы. У меня ребенок родился в это время. То есть я кормила грудью два с половиной года ребенка второго. Два года первую дочку кормила. То есть самые разные ситуации. Переезды, еще что-то. И вот при этом, при всем про псориаз, я ему говорю, что я не вспоминала ни в каком вообще виде. О том, что он лечится и лечится очень даже легко на самом деле. При желании. Ну, может быть, временно это надо. Просто. Мы вернемся к теме. Я отвлеклась, потому что считаю важным это сказать сейчас. Да? По поводу кожных вообще заболеваний, это всегда нервная система и лимфа загрязненная. Возвращаемся к теме инфицированной терапии, как подготовки к беременности и родам. Когда мы работаем с животом. В животе больше нейронов, чем в спинном мозге. Поэтому здесь нервная система. И это вегетативная нервная система. Саморегуляция. Те процессы, которые вы не контролируете в теле, они проходят. Перестантика органов, перестантика сосудов, эндокринная система, гормональная система. То есть то, что вы не задумываясь, но оно все время, что происходит взаимодействие. И общее взаимодействие органов между собой, общие процессы в организме. Это вегетативная нервная система. И прежде всего, как я это понимаю, за это отвечает именно нервная система животных. Которая в животе расположена. Когда мы работаем с животом, мы работаем с нервной системой прежде всего. Также мы, естественно, что усиливаем кровоснабжение органов. Мы улучшаем лимфоток. Лимфа, как известно, выводит все токсины из организма. Правильно? Вот. Все эти процессы мы активизируем. И мы активизируем нервное окончание сами по себе. А насколько хорошая иннервация ткани, настолько хорошо организм себя ощущает. В комплектной какой-то зоне, да? И в целом. Поэтому, восстанавливая живот, мы восстанавливаем нервную систему. Мы восстанавливаем в целом иммунитет. Общее здоровье. Дальше. Когда вы променяете живот, и вам где-то больно, да? Что такое роды? Сейчас буду в аспекте рождения детей говорить, да? Вот что такое роды? Вообще по сути. Роды – это давление. Всего лишь. Ну, на таком механическом, да, и в своем уровне смотреть. Роды – это давление. Да, это прекрасный процесс там. Много-много там. Можно об этом рассказать. Но механически – это давление. Если вы давите себе на живот, и вам где-то больно. Я иногда пытаюсь мужчинам объяснить, что такое роды. Ну, так, чтобы они чуть-чуть представляли. Давля где-то на живот. И там, и там. Они кричат от боли. Я говорю, ну, вот представьте, если я сейчас во все места на данный период, одновременно, с большой силой. И везде. Вот это будут роды примерно. По часам, прекрасно. Вот. Если больно. Но когда мы проминаем живот, в течение курса, да, это боль уходит. Постепенно, постепенно напряжение складает, боль уходит. И, соответственно, вы давите, а там не боль. И вот в родах тоже самое происходит. Идет давление, а там уже не больно. Просто. Процесс происходит спокойно. Ну, то есть, если при висцеральном массаже есть боли, значит, и при родах они будут. То есть, если нет, то и при родах тоже их нет. Да. С большой дальней вероятности. И если даже что-то будет, то это будет, ну, не сильно. Это будет приемлемо, достаточно все это, понимаете, да? В разы, разы, разы меньше, чем могло бы быть, если бы живот был непромет. Да. Да. Совершенно верно. Ну, то есть, в естественном состоянии у женщины роды абсолютно без болезни. Легкий дискомфорт, который я испытываю, я говорю, что я готова каждый год испытывать. Вот так вот. Да. Да. Плюс. Что вы делаете? Вы налаживаете, как я сказала, да, все обменные процессы. Восстанавливается иммунитет. Восстанавливается числота кишечника, да, потому что ребеночку передается состояние мамы. Мы это знаем, да? Не только мамы. Естественно, в каком состоянии? Папа, в другом, да? При зачатии. То есть, готовится, естественно, к беременности оба родителя. Это важный момент. Но, как плоть, да, как тело, все-таки мама вынашивает ребеночка. И ее процессы физиологические сказываются на процессах, которые у ребеночка присутствуют. То есть, плацента оберегает в какой-то степени. Но, тем не менее, да, общий такой вот фонд здоровья мамой передается ребеночку. Это не секрет. Вот. Просто там очень много нюансов. И об этом уже рассказывали женщины, которые подготавливают к естественным родам. Пожалуйста, ознакомьтесь с этими материалами. Изучайте эту тему. Мы сейчас берем именно астеральная терапия. Вот. То есть, общий процесс, понимаете, да? Также активизируются мышцы, кровослабжение улучшается. Соответственно, родовая деятельность будет лучше происходить. Потому что тонус нормальный. Он не повышенный, он не пониженный, да? У здоровой женщины. Это будет нормальный движечный тонус. Естественно. После рождения. Есть такая сложность, как застой молока. Это бывает нередко. Каждая третья-четвертая женщина, я думаю, все там сталкивалась. Вот. Застой молока в грудных железах. Это часто связано с застоем в организме. Застой в животе. Спазм. И застой в грудном железе. Вот. И мы также решаем с пациентками эти задачи очень быстро и легко. С помощью дистиральной терапии. Ну и еще массаж груди. Да? Вот. То есть, если животик мягкий, все процессы легко, быстро, правильно проходят. Из-за того этого не будет. Апилактация хорошая, управление хорошее. Понимаете? К сожалению, докторам в больнице предлагают антибиотики. То есть, когда такая проблема возникает, если уже серьезный, сильный застой, да, идет повышение температуры, воспалительный процесс. Докторам предлагают антибиотики. Потом ребенок отлучается от груди очень часто. Молоко пропадает на этом плане часто тоже, да? Вот. И всего этого можно избежать, если иметь здоровый животик, здоровый организм в целом, да? Вот. Спазмы, которые есть в животе, если они есть, часто проецируются на другие органы тела. На спины, на поясницу. Все, что ниже пупка, это поясница и крестец. Выше пупка, как правило, это грудной отдел, плечевое, поясение, глаза. Вот. Поэтому, легче будет вынашивать ребеночка. Не просто легче, а может быть, совсем легко. Вот. Я не знала, что такое токсикоз. Совсем. Слово, совсем. Ну, и с дочкой тоже я готовилась еще без эстеральной терапии, но готовилась беременна с природой. По всеми другими способами. Вот. И с сыном тоже самое. Я не знала, что такое тяжесть в спине, токсикоз. Тоже. Этого можно всего избежать. Поддерживать свой здоровый. И это нормально. Потому что сейчас часто говорят обратное. Говорят, тут токсикоз, но это нормально. Но нет. Ну, это важно по другому. То есть, в целом, я думаю, что вы поняли, да, мысль? Чем мягче у вас животик, вот еще сейчас что скажу. Висцеральная терапия во многих случаях позволяет восстановиться женщинам от бесплодия. Избавиться от бесплодия. Избавиться от проблем с зачатием, да. Женщины, которые долго не могут забеременеть. Ходят по всем докторам. У меня было несколько таких пациентов. Все анализы хорошие. Понимаете? То есть, официальная медицина не находит причин. А причина, то есть, женщина приходит, проминает в животик спазм. Спазмирован живот. Элементарно не достает кровоснабжение органам. Кровоснабжение просто. Здесь проходят артерии. На любом уровне, если спазмирован живот, то матка, яичники, да, они могут недополучать просто кровоснабжение. И поэтому активность процессов, да, определенных половых органов, она зависит и от этого. Тема спайок. Вот были пациентки у меня, у кого постоянно формируются спайки. И девушка старалась забеременеть, она никак не могла забеременеть, потому что не успевала. У нее спайки. Ей только уберут спайки, она ходила к докторам. Ей только их уберут, у нее буквально через месяц-два формируются новые и опять не наступает беременность. Вот были такие случаи. Про дело фастеральной терапии, она забыла про эти все спайки. Все это ушло, перестало просто возникать. Сейчас, думаю, прекрасно найти эту девушку. Ну, как пример. То есть это тоже решается. Сейчас мы, наверное, перейдем к практике. Я вам покажу. И висцеральная терапия решает очень многие вопросы. Сегодня у нас в аспекте беременности и рода, да, мы рассматриваем. Но то, что я сейчас буду показывать, это общие принципы висцеральной терапии. И вы можете с помощью такой терапии решать самые разные задачи. Большинство хронических заболеваний уходит. Обычно, да, часто спрашивают, только висцеральная мед. В сочетании идет зачистка организма. Я стараюсь рекомендовать здоровое питание самого человека. Питание здоровое – это не только сыроведение и не только какие-то жесткие диеты. Вы смотрите на человека, понятно, что вы исключаете самые вредные продукты, которые есть, да. Питание должно быть натуральным, много ферментов содержать. Но, тем не менее, особенности есть у каждого человека. И вы только глядя на человека, уже эти особенности учитывая, да, можете подобрать именно для него. Следующую схему. Сыроедение не всем подходит. Специально об этом говорю. Вот, если вы прекрасно себя на него чувствуете – замечательно. если нет, то нужно это учитывать и подбирать уже свои схемы. То есть, да, сочетать. И еще всегда попрошу, пока делаем висцеральную терапию, исключить, кто ест, если еще едят эти продукты мясо, алкоголь в любом виде. Мучные изделия, сахар и сахаросодержащие изделия. И картофель в чистом виде, как пюре или что-то такое. Это очень тяжелые продукты, и если их употреблять во время висцеральной терапии, просто организму будет тяжело. И даже могут боли возникнуть, да, то есть организм будет показывать, что это лишнее. Чтобы избежать неприятных таких ощущений, сильно неприятных. Рекомендую, ну и не только поэтому, да, чтобы вообще лучше себя чувствовать в целом. Я рекомендую эти продукты хотя бы на время терапии убирать. Но если… Картофель в кожуре важный, да? Ну, картофель вообще есть не стоит. Картофель военный токсичен. Сок свежего картофеля сырого полезен. А вареный картофель вообще очень токсичен. Сок свежего. Просто в принципе избегать. Я еще считала, что если в кожуре, то он даже и обладает шелочными свойствами. Картофель отдельная тема. Можете поизучать, да, есть специалисты по здоровому питанию. И наблюдение, и за детьми. То есть картофель дает очень тяжелую, на самом деле, реакцию. А у картофеля, у что это вылезти? На время терапии лучше убрать любую. Вот. Если прям вы никак не можете без этого, то цельнозерновая, бездрожевая выпечка чуть-чуть. Немножечко, да? Хотя, в общем, стоит прислушиваться. Мы начинаем работать с нервной системой, с животом, прорабатывать. Контроль снимается. Вообще, контроль. Я не с тем, потому что многие люди живут в контроле над собой. Китайцы мир окружающий тоже контролируют. И не все чувствуют свои естественные потребности. Далеко не все. Когда контроль снимается, вам чего-то хочется, у вас могут возникнуть какие-то желания любого характера, да? Кому-то больше отдохнуть хочется, кому-то наоборот. Пообщаться. Любые потребности. И, ну, если это экологично, то желательно их постараться все-таки удовлетворять. Прислушиваться к ней. Это важный момент. То есть, ваша природа начинает проявляться больше. Вы ее больше ощущаете во время такой терапии, да? И после тоже. Что еще происходит? Меняются реакции. Психические реакции меняются. Прежде всего даже. Поэтому часто и события более благоприятно развиваются у человека. Вообще целом. То есть, это легко объяснить, да? Энергоинформационный фон сменился. Потому что реакции сменились. Человек себя осознает лучше, ощущает лучше свои потребности, свою приросту, да? Соответственно, больше ей следует. И поэтому очень часто изменения происходят в разных сферах. То есть, не только в поздоровлении у человека. И в работе. И в отношениях. И в разных сферах. И в разных сферах. В разных сферах. Свои запросы, нереализованные какие-то потребности, просто человек это начинает видеть, ярче видеть и сильнее это чувствовать, да? Это может пойти через какой-то кризис, может через состояние апатии пойти, либо наоборот. Слезы на висцеральной терапии это обычное дело, у нас просто по опыту. То есть плачет, ладно, если не каждый первый. Причем плачет, но это мягко сказано. Самые разные выходы эмоций бывают. К этому надо спокойно относиться, просто идти дальше. Это прорабатывается, вот тут речка, да, она такая бурная, бежит, если где-то засор, бурная речка промывает, весь сон выносит. Потом чистая вода уже бежит. Ну тут так же примерно. Напряжение выходит через какое-то количество раз. Все поспешнее, поприятнее. Первые 4-5 раз обычно самое болезненное. Обычно. В очень тяжелых случаях при длительных хронических заболеваниях это может быть дольше. 10-15 раз. Но у большинства людей первые 4-5 раз самое болезненное, а потом явная тенденция на облегчение ощущений. То есть еще больно, но все терпимее, терпимее, терпимее. Можно делать подольше, большее количество сеансов, но помягче, соответственно. Обычно, что я хочу сказать, питание, качество питания и воды, по моим наблюдениям, больше сказывается на состоянии органов. Какие-то воспалительные процессы, спайки, паразитоз и так далее. Это больше все-таки на это влияет питание и качество воды. А напряжение в животе, то есть есть напряжение, которое не связано непосредственно с органами. И вот Владимир Греханов об этом очень хорошо рассказывает. Он как раз эту методику выдает, показывает. И вы, находя сам спазм, именно работаете со спазмом, распускаете целый узел напряжения. Вот. И вот эти вот узелы напряжения, это именно реакция нервной системы. И это в большей степени связано с эмоциональным фоном, с состоянием психики. Даже если внешний человек выглядит спокойно, сдержанно, это не значит, что у него все хорошо с нервной системой. Потому что подавленные реакции, они также в теле воспринимаются как напряжение, откладываются как напряжение. Понимаете? И формируются спазмы, вплоть до механического изменения ткани. То есть ткань сама уплотняется мышечной. И когда мы променаем, в животе ощущаются какие-то, как шишечки, шарики, буквально. На допрямь на живот стоит хруст, для чего сам хрустает, да, там все митки должны быть ткани. Вот. Ну, механически прям ощущаются вот эти вот позвонные напряжения, видимо. Естественно, что это также и на органах сказывается, и на состоянии органов, да. Вот. Но это к тому, я говорю, что даже человек с очень хорошим питанием, со здоровым, может иметь массу проблем и спазмированный живот. И тут мы работаем уже именно с нервной системой. Без исключения все люди, которые приходили ко мне в состояние стресса, тяжелого, либо длительных каких-то, да, состояний, ну, накопленных, либо какие-то более стрессовые ситуации разные, разовые, да, разовые какие-то переживания сильные. Если это не выпустить, не проработать, да, без исключения у всех животы очень болезненные. Да, человек даже боится пропускать всем животным. Вот просто в ручки кладешь, там он уже плачет буквально. То есть это всегда видно. И еще такие вот спайки, механические прям изменения, да, прям, которые прощупываешь, а вот как аэшки, какие-то уплотнения в животе, по моим наблюдениям, опять же, всегда сформируются в детстве. Потом в зрелом возрасте это только может усиливаться и давать о себе знать в большей степени, потому что ткани уплотняются, нагрузок больше, там, и так далее. Часто, да, происходит так. Они могут проявляться уже в более зрелом возрасте. Но всегда по животу, я обычно вот рассказываю, вот такое-такое детство у тебя было. Вот еще ни разу не ошибаюсь. Понимаете? То есть все-таки формирование психики, как я думаю, но все-таки в большей степени идет в детский период. Это также сказывается на здоровье, на состоянии мышц, вообще всех тканей. Вот. И, соответственно, если в детском периоде нервная система устойчивая сложилась и в животе не появилось таких вот серьезных спазмов, то в дальнейшем, конечно, мы живем, проживаем какие-то ситуации иногда очень серьезные, да, но вот таких вот кризисных, серьезных состояний не будет возникать. И если будут, то мягче все это будет проживаться. То есть любой кризис будет проживаться мягче. И в теле тоже. Человек также может быть эмоциональным, может эмоционально отреагировать, но он быстрее восстановится и легче, нежели тот человек, у которого в детстве уже вот эти все блоки, спазмы возникли. Насколько важно ребенку создавать условия все-таки благоприятные для развития. Сейчас мы начнем. Я буду по ходу еще что-то вспоминать, рассказывать. И если какие-то вопросы у нас подслушиваются, давайте. У нас есть масса. Сначала идут подложивания. Сейчас расскажу. Масса чуть-чуть. Чуть-чуть. Масса чуть-чуть. Масса чуть-чуть. Масса чуть-чуть. Масса чуть-чуть. Сгибаем. Сгибаем немножко для того, чтобы уменьшить натяжение. И облегчить немножко отчищение. Техник тоже, я думаю, достаточно много по вестеральной терапии, но все сколько мастеров, сколько и техник, наверное, да, каждый чуть-чуть по-своему делает. Я показываю, как это я делаю. Вы можете это немножко по-своему делать. Александр Тимофеевич немножко по-своему делает, да, там, Брехан Владимирович чуть-чуть по-своему делает. Конституция разная. То есть тут уже есть вариант. Поглаживание просто от массажиста. С чего мы начинаем? Вообще, правила в массаже, которые я использую, усилия всегда от себя у нас идут. Вот так мы массаж не делаем. Делаем массаж всегда от себя. Это в любом массаже. Дальше. Начинаем мы всегда с правого подребелья. Вот это зона техника безопасности, потому что нужно расслабить зону желчного пузыря прежде всего. Расслабить сфинтар и дать возможности желчи отходить вовремя, чтобы не было там застойки. А сначала организуйте какой-то общий... Вы наносите немножко масла и просто проглаживаете, разогреваете, да? Просто можем немножко разогреть, расслабить человека. Готовить к нам, расслабить. Садитесь сначала слева, потому что вы же движение от себя делаете, и вам с одной стороны удобнее будет. Слева. Слева. А, это правая. Разогреваем просто животик. Разогреваем. Сейчас может выглядеть, что я нажимаю сильно, но вы нажимаете до сильного сопротивления. Особенно сначала, да? То есть, как сильно давить? Вы давите до сопротивления. Вот если возникло сильное сопротивление, вам не надо его проламывать. Ну, дай мне подреберье сначала, да? Я вот сейчас рядом с правого, слышали? С правого, где печень? Общее направление сейчас у нас будет вдоль правого подреберья. Вот так. И когда разогрели, так, как разогрели уже, нажимали, прогладили. Уже, вот, вот я сейчас нажимаю, сразу Машу почувствовала, начало мурлить. То есть, вот, девушка здоровая, и у нее мурлить, загулькало сразу, жалочек пошла, жалочек отходит с жалочного пузыря при нажатии. Потому что у нее сфинктеры легко расставляются. То есть, это хорошо. Не у всех это сразу получается, иногда там несколько сеансов входит, потом такой эффект возникает, да? Это не обязательный показатель, не обязательный, но это хороший показатель. Скажи так. Если ты как-то начинаешь, то пух, пух, пух. Ну, артерии, да, потому что ты же даешь. Ну, это хорошо. Догрение? Да, да. Все, напишу, мы посмотрим, я иду. А если чуть-чуть болевые ощущения, то это? То... Проминать. Делать надо, да. Вы просто тоже давайте обратную связь, насколько вам комфортно. Понятно. Ощущение должно быть такое, даже если больно. Проминать надо как раз. Это говорит о том, что надо уделить внимание этому месту, просто чтобы был потенциал для расслабления. То есть, делайте настолько, что даже если еще не комфортно, но потенциал у него есть, чтобы расслабиться. Да. Не слишком сильно. И мы продавливаем вглубь. Потом, показатель, мы чуть-чуть по поверхности, но на самом деле мы вглубь давим. Вглубь тела. То есть, вот он, район, который нас интересует, вот эта зона, да? И мы продавливаем вглубь тела. Вглубь тела. То есть, как я. Тоже до сопротивления, да? Да, конечно, до ощущения. Либо там болезненность какая-то появляется, либо явное сопротивление ощущается. Ну, забуррели. Я делаю по ощущениям. То есть, всегда индивидуально. Одному человеку тут две минутки достаточно принять. И еще скажите, мы еще не меняемся, да? Вы скажете, когда? Да, мы еще не меняемся. А то ж я думаю, я тоже должна. А другому человеку, наверное, минут 10-15 разносятся. У меня были пациенты в острых таких вот состояниях, да? Острые боли, воспаления. Часто пишут, что это противопоказания, что не надо с этим работать. Может, и не надо, но вы понимаете, что отвезут нас скоро и пропередуют. Что мы делали? Тогда разминали все вокруг, не касаясь именно органов. То есть, все вокруг. И постепенно, потом проглаживающими движениями уже начинали разминать орган. Орган, который я веду уже просто боручий. То есть, не плохо ли, но у него какой-то орган распределения идет боль. И то есть, все вокруг вы сначала, на периферии, а потом уже доходите до этого органа и потихоньку пронимаете. Да, это часто подключается к фитотерапии, естественно, что очистка организма. Но прямо сразу же, что вы можете сделать, это будет хорошо разновить, расслабить. Несколько было таких ситуаций у меня с пациентами, что такие вот кризисные ситуации. То есть, тут вы массажируете вокруг печенки, а там просто придавливаете мягко. Вот сейчас я левой рукой надавливаю, а здесь просто плажем. Все понятно. Вот, а там давление идет вот мне, естественно, так же. Мария, это натощак делается? Да, я говорила о том, что лучше не кушать, конечно, хотя бы часа два. А в идеале, если есть возможность, с утра делать, да, когда бы еще не кушали, может быть, и не пили. Вот, если попили, можно поесть фрукты и через час делать, потому что быстро фрукты перевариваются. Кидай желудок. Ну, конечно, в идеале желудок пустой должен быть. А вот то, что все эти нажатия, особенно сильные, они на выдохе. Нажатие на выдохе? Да. Это что? Ну, вот, например, лежит, да, приедет. Она делает выдох, я вот приведу нажатие. Да, и человек сильнее, ну, ощущает это. Да, да, то есть не просто я давлю, а именно на выдохе. Вы можете это предложить, но поверьте, что не все могут. Потому что часто это просто больно, и человек даже дышать забывает. Так в том-то и дело, что мы его прямо заставляем мешать, чтобы ему было легче. Да. То есть потому, чтобы продыхать. Вы можете это предложить, но поверьте, я больше заставить вам не удастся. Это просто... На боли, по-человеку, да. Поверьте, он, да, тут уговариваешь. Ну, дыши, дыши, ну, выдохи. А они такие, держатся, понимаешь, сопротивляются. То есть если человек не сопротивляется, это большой проблем. В идеале, да, задача пациента расслабляться, вообще пропускать. Я всем это говорю. Вы делаете, человек расслабляется. Какой смысл делать, если вы делаете, а он выталкивает вашу руку. То есть все-таки старается тот человек, который является пациентом, все-таки расслабиться. Но это не всегда удается. Во многих случаях сразу не удается. Просто вот при всем желании, тело само спазмировано, но оно так вот реагирует. На боль, на любое вообще прикосновение. Но если хорошо разогревается под рукой, значит, это идет. Ну, да, либо с огременем. С огременем это происходит. Это будет происходить, в любом случае, может быть, через несколько сайтов. У кого-то сразу удается. Сейчас я Маша демона, совершенно спокойно. Ну, в смысле, ей где-то дискомфортно. А если ей спокойно, она расслабляется. Потому что в целом... Можно с Машей поменяться, если ей спокойно. Я просто расслабиться не могу. Это говорит именно о состоянии характера. Понятно. Ладно. Желчный промянет. По серединке. Желудок, поджелудочная. Переходим к этой всей зоне. Поджелудочная. Правая, правая. Ой, двое. Переходим. К серединке. Прям по центру. Переходим к этой зоне. Солнце осветение. И чуть ниже все, что. Вот эту зону. Зону. Здесь промяли. Переходим. Куда сказали? К серединке? Силенько. Да, попу. Здесь промяли. Повыше. Повыше. Насколько высоко. Тело позвонит. А вы лежите. Голову опустите. А у вас удвижение идет в углу. А я же лежу. Казан массажер. Я лежу. Просто по поверхности. Я поднимаюсь. А уже смотрим. Вы уже не знали. Еще. Если где-то болезненно. Вы можете нажать и подержать. Если прямо вот сильно болезненно, вот так вот рукой двигать не надо. Потому что когда не удается человеку расслабиться. Он все время вот в этом напряжении. Вы нажали. Если где-то чувствуете спаз. Я очень приятно, просто чувствую. Вот это. Даже при небольшом спазме вы можете это делать. Вы нажимаете и держите. Что происходит? Напряжение доходит до пика, а потом стадает. Это естественная реакция. И потом тоже все индивидуально. Ну, несколько секунд, либо минут максимум. То есть ощущения. У вас вполне будет определенное ощущение, что было-было сопротивление, а потом раз и пошло расслабление. И человек это чувствует. И он говорит, что уже не больно. Вот только что было сильно больно, а тут раз и уже не больно. Через несколько секунд. Потом уже когда второй раз нажимаете на это же место, уже гораздо легче. То есть уже вот напряжение кушло. Ну, это вот и есть. То есть болит спазм, да? Везде, где спазм, наверное. А если он тебя прямо пронизывает и отдает в другие места? Оно во многих ситуациях отдаёт в другие места. Потому что по каналам нервной системы проецируется, я бы вам говорила, она на самую разную часть тела. Да. Ну, наверное, этот спазм, он типа глубка, просто давит, да? Ты, ну, да, понимаешь, можешь подержать, потом отпустить. Вот. А можешь сначала разогреть. Проглаживать, да, надо есть предварительно. Потому что мне отдают даже претки. Да. Да, да, да. Могут, там, нет, допустим, пески отдавала, да, со мной работали. Да, 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 да. Это вот как раз говорит о важности вот этой зоны. Чем больше выявить, тем больше ничего не будет. Я просто обглубляюсь. Вот, ещё второй сеанс. Второй, третий обычно самые чувствительные. Потому что немножко уже размята тела, повысилась чувствительность, Но еще не ушло это напряжение, и поэтому я говорю, что 4-5 сеансов, они самые такие, а 2-3 обычно самые болезненные, обычные. Это я могу сравнить по прошлому году с родни родом, когда мне Маша в живот проминала. Ощущения девушки, которые уже родились, женщины, которые уже рожали, очень часто говорят в процессе, о, в родах вот это было, почему я еще про это говорю. В родах были вот эти ощущения, женщины говорят, в большинстве случаев. Я говорю, так потому что вот это, а если бы было мягко, то и ощущения в родах были бы другие. И поскольку эмоции записываются все-таки, да, отражаются на теле, в теле, могут возникать образы. То есть могут в процессе вот этой терапии возникать прямо состояния определенные, да, образы, воспоминания, связанные с какими-то переживаниями. Да, человек даже может думать, что он не помнит об этом, или что там давно у него прожито это тело, проработано, а на самом деле тело еще сохранило что-то. И вот слезы, которые часто бывают в процессе, не от боли, то есть я не давлю с такой силой, никогда у нас не бывает, естественно, никаких синяков, повреждений, это вообще исключено, да. А слез куча, и говорят, вот плачу, вот не от боли, даже от обиды какой-то, то есть боль душевная поднимается, проявляется, да. Это возможность ее прожить и с себя выпустить. Спрашивают, наверное, что за боль? Ну, это, да, если вы работаете уже как психолог, у нас трексоматика, есть какие-то наработки, способности, конечно, вы это одновременно можете делать. Очень часто после массажа живота потряхивает человеку, нервная система включается активно в работу, и мама, который, ну, это индивидуально, кого-то там 10 минут, кого-то 2-3 часа, потом прям трясет. Вот смотрите, я уже перешла дальше, да, последовательность тоже. Есть у Александра Кемофеевича описано, вы можете ее придерживаться, я не всегда строго придерживаюсь последовательности. Вот я сейчас проработала вот эту зону, вот это обязательно, значит, это зона желудочного пузыря, это техника безопасности. Аймочка. То есть вот это вы обязательно прорабатываете, да. Потом здесь промяли и переходим вот от косточек, вот подсушек, да, то есть от самих косточек в углубь промянаем, и движение в углубь, и чуть-чуть сдвигаем к кубку. Начните, начните вот с... Лево для человека, получается, да, лево, потому что вам удобнее. Потом вы можете пересесть и уже делать с другой стороны. Вот здесь, чтобы проекция всегда не была. Да, правильно, правильно, все так. А водочная пушка здесь есть? Сигнал, да. Сигнал. Ее, да, сначала? И нижняя диатрагма, то есть вы ее задействуете, нижнюю диатрагму, и там связочки, которые часто тазовые кости сдвинуты. Вот тоже вот, через живот решается тоже эта задача. То есть постановка таза правильная. Прежде всего вам надо живот принять. Вот это все напряжение высвободить, и вы прямо найдете там, будет... Будут внутри такие вот жилочки, которые подтягивают таз, спазмированные. Вы прямо это прощупываете. И туда тоже, если воздействовать, я сумашу этого нет, все будет хорошо, в этом смысле. Вот. Не часто они прощупываются. Да? И вы прямо на них воздействуя, расслабляя, позволяете... И косточка освободится, и уже потом ставите на место. То же самое копчика касается. У многих копчик травмирован, и есть загиб. Вот. Это, соответственно, пережимает нервное окончание, и в каких-то процессах может боли добавлять. Да? Если вы хотите копчик поставить на место, вправить, прежде всего тоже вам надо всю эту жону не за животом расслабить, вправить. Чтобы здесь было все комфортно, свободно. И вот движение прямо от косточки, то есть прямо от косточки вы его убедете, и чуть-чуть сдвигает. Как будто вы хотите под кишечник попасть. Ну, посмотри, а ты, получается, работаешь с мягкими тканями, а не с костями, да? Вот, получается, что мы сами не трогаем, то есть... Ну, сразу же от костей, сразу же от костей. Ну, это же, наверное, делаем. При нездоровом питании. Как правило, здесь сразу, вот, вот чуть-чуть коснешься, сразу же. То есть кишечник разбутый, это чувствуется. Маша тут все хорошо в этом смысле. Маша лучше от тебя. Ой, нет, это он как-то раз. Да ладно, ты же молоденькая, Маша. Ну, есть свои нюансы, да, у всех. Вот, ну, относительно. Да, относительно. Ну, сейчас дам. И мы сдвигаем от периферии к центру немножко, все время сдвигаем. К полуфорочку. Да. То есть от периферии к центру, да? Да, от периферии к центру. У нас здесь. Учитесь делать медленно, всегда, без резких движений. Многие боятся навредить. Вот если вы будете все тихонечко, плавно делать, даже если вы глубоко будете надавливать, но плавно, медленно, вот. Вы не навредите. В крайнем случае, вам человек успеет сказать, да, что совсем что-то не то. Последнее слово. Очень больно, да. Я его не терпим. Очень больно, нестерпимо. Если человек говорит, нестерпимо, не могу такую боль терпеть. Все, вы просто ослабляете давление, поглаживая вас. А ты мне не ослабляла. Ты могла терпеть. Давала разрешение. То есть вы спрашиваете все-таки, да, разрешение, позволение. Больно, как Маша, мне никто не делал. Так потом как хорошо. Да, потом... Сколько счастья. И вот все такие пациенты, вот так больно, так больно. Ну, сделай еще. Купер-классы, сигнал приходит. Как вы эту сторону размяли, вы можете перейти на другую сторону. И дальше надо подпуску. Прямо подпуску. Снимаем. Да, тут мешаю, наверное, так. Снимать, нет. Сликаться, нет. И сликаться, нет. То есть мы не по серединке, а сбоку. Сразу же от косточки. Грусть. Сидяйтик. А потом постепенно, постепенно все ближе, ближе. Все люди приходят. Тут тоже я променаю прямо об лобковой листы. То есть здесь поменяли, здесь поменяли. И мы просто учитываем вот эти особенности. Общие принципы вот эти, которые сейчас я делаю. В целом там, да. То есть была что-то, ну, какая-то зона, вот она болезненная. Я сейчас нажала. Сейчас я нажала ближе к рукам. И вот это напряжение, про которое я рассказывала. Тут не орган реагирует. И я не дамлюсь такой силой, чтобы меня на окончание позвоночника задевать. Я не дамлюсь такой силой. Я нажала совсем чуть-чуть. Но тут прямо физически ощущается уплотнение. Прямо вот такой. Ну, папка всегда вот... Достаточно большая. Всех помог, да? Многие людей, но не все. Марш! И вы нажимаете и немножко держите. То есть вот даже при небольшом нажатии сразу человек реагирует. Если вы попали в спазм, часто говорят, я вот себе добыла, ничего нигде не больно. А я только дотронусь, сразу и нахожу. Вы находите, если вы на шпиль спазм, он сразу же себя проявляет. Не от того, что вы сильно дарите. Вы можете совсем чуть-чуть задеть даже, да? Но вы попали в местное напряжение. Вот сейчас время у нас ограничено, потому что еще можно было дальше рассказывать, да? И дальше показывать. Вот. Сейчас уже просто все. Уже минутка осталась.